на примере двери раздвижной ванны. сейчас стоит с той стороны распашная дверь. я хочу поставить на эту сторону раздвижную дверь. это полотно будет здесь. для того чтобы начать нужно сначала установить планку вниз. планку с пазом вниз полотна для того чтобы определиться с точным положением по высоте где будет стоять рельса. это должна быть и высота двери. планка с пазом внизу. паз направляющий. вот такой вот это направляющая. она ездит в пазу двери. это приподнимет от пола планку. поэтому необходимо сначала установить. и тогда уже сможем с точной высотой определиться. потому что дверь уже есть. где установить планку. то ли так то ли может быть на сантиметр выше. начнем с установки планки. ну что же. вот это нижняя алюминиевая планка с пазом. которая будет ходить. она прикручивается к низу двери. получается вот этот это направляющая. и дверь вот будет ходить. и не будет низ уходить в сторону. будет здесь держать. вот так будет ходить. в принципе паз алюминиевый не обязательно. можно в двери внизу выбрать такой паз. я буду делать с помощью алюминиевой планки. алюминиевую планку нужно прикрутить к низу двери. для этого сверлим отверстие. я приготовил направляющую. и сейчас с помощью дрели и сверла под шуруп обыкновенный черный шуруп по дереву. около 25-30 миллиметров. буду сверлить отверстие. сейчас все покажу. я буду делать 5 отверстий. думаю что этого будет достаточно. посредине устанавливаю сверло. отверстие по диаметру самореза. и так собственно сверлим 5 отверстий. после того как у нас уже просверлено отверстие расширяем отверстие изнутри. для того чтобы шуруп который будет заходить. чтобы шляпка его утонула. берем отверстие на 8 например. и в этом отверстии расширяем немного. так называемая зимку. делаем вот такое расширение. для того чтобы туда утонула шляпка. буквально немножко. шляпка туда утонет. и направляющая не будет цепляться. не будет цепляться за шляпки. когда будет здесь кататься. ездить направляющая. все. теперь берем шурупы и прикручиваем к полотну. к низу дверей. ну что же теперь у нас стоит задача эту планку нижнюю направляющую прикрутить к низу двери. для этого обязательно нужно разметить где будет отверстие. и сделать под шурупы отверстие маленьким сверлом. для того чтобы шуруп не расколол дверь. например дубовую дверь. чтобы он хорошо зашел. нужно тоненьким сверлом просверлить отверстие. и потом уже шуруп загонять именно в отверстие. буквально двух миллиметровым сверлом. ну и с помощью сверла приблизительно на два миллиметра. плюс-минус. делаем отверстие. чтобы потом загнуть сюда шурупы и прикрутить. и так делаем пять. ну и теперь с помощью шурупа. у меня это шурупы 25 на 3.3 миллиметра. закручиваю. в принципе для прикручивания планки длины 25 миллиметров достаточно. все теперь у нас есть планка. есть точная длина до пола. потому что я сейчас посмотрю чтобы планка из-за шурупа не цеплялась. теперь у меня есть точный размер и не смогу прикручивать шину к стене. и так теперь мне известно что сама шина у меня 12 миллиметров. нужно этот размер учитывать. и еще 10 миллиметров должна быть выше земли эта шина на размер 8 миллиметров. если добавить 8 миллиметров то она будет цепляться. это направляющая планка будет за шляпки шурупов цепляться. а если добавить 10 миллиметров то будет как раз хорошо ходить. и так вот ниже добавляем еще 22 миллиметра. ну и теперь уже есть точный размер для того чтобы цеплять шину и ролики наверх двери. ну что же подошло время крепить ролики. ролики разные. здесь это ролик на 40 килограммовую дверь. у меня она весит килограмм 8 может быть. поэтому буду крепить и она уже чем крепеж. но так как она легкая можно крепить на два шурупа. я сейчас размечу чтобы отверстия стали посредине. точно так же я буду под дальним отверстием отмечаю. засверливаю. отметил немножко не посредине но сверлить буду посредине. засверливаю тонким сверлом. и закрепляю но уже более длинным шурупом. потому что это все таки крепежный. она на нем будет держаться. наверное около 40 миллиметров шуруп. так я сверлю отверстие. и теперь в принципе я собираюсь поставить на 55 шуруп. прикручу на два шурупа. не хватает его мощности. докручу шуруповертом. отвертка не докручу до конца. докручу шуруповертом. и вот так на другой стороне точно так же прикручиваем ролики. и затем уже по месту нужно отрегулировать сколько отрезать шины. для того чтобы она доходила до края заклацывалась. там есть защелка которая будет фиксироваться. и после того как размер шины найдем. тогда уже ее будем крепить на место. ну все по порядку. ну что же я прислонил вот дверь. и получается что край двери будет вот здесь. можно нарисовать. вот здесь. ну и планка не должна быть дальше. даже с учетом того что здесь должен стоять вот такой фиксатор. здесь будет внутрь вставляться. все равно он будет фиксировать. то есть вот длиннее чем вот это не нужно. единственное что она сейчас уже не закреплена. нужно поставить то есть докуда она идет я здесь уже определился. сейчас я дверь выдвину туда. ну что же теперь нужно взять следующий ориентир. я отрезал. она будет вот эта планка где-то вот так стоять. значит вот этот брусок это обыкновенный брусок из сарая. я его пошлифовал с четырех сторон и покрыл лаком для дерева. и вот он уже так прилично будет выглядеть. его я буду крепить к стенке. а алюминиевый профиль уже буду крепить через саморезы к этому бруску. значит у меня есть новый ориентир по высоте. я отмечаю вот так. и мы говорили что нужно на 10 миллиметров поднять от пола. то есть от этой высоты я прочерчу теперь с помощью уровня линию. и уже от нее буду крепить сначала деревянную планку. а уже плюс-минус буду регулировать. здесь есть запас. плюс-минус несколько миллиметров можно этим болтом отрегулировать. но 10 миллиметров нужно поднять. теперь приступаю к тому чтобы уровнем отбить линию на стене. ну что же я поставил уровень. как раз на 10 миллиметров выше будет стоять эта планка. поставлю сверху. сверху нарисую рисочки. потому что под ним я буду крепить деревянный брусок. это сделаю поэтому чтобы закрепить деревянный брусок. очень важно чтобы уровень показывает правильно. как его проверить очень просто. теперь переворачиваем. полностью 이야но. если взять зону от других aurait badly to da. значит уровень врет нужно ли регулировать или купить новый потому что будет тогда все равно я перевернул точно также показывает значит все в порядке вот здесь не покажу я вам как я отмечаю вот здесь сверху и вот там сверху рисочки держу в одной одной рукой а второй снимаю выключу и нарисую проведу линии не провел вот одна вот здесь вторая теперь по этим линиям буду закреплять брусок вот так она как раз по низу этой линии вот здесь не будет буду закреплять брусок причем буду смотреть смогу ли я закрепить у меня вот здесь идет деревянная деревянная стенка деревянный короб я скорее всего отсюда попаду в деревянный короб а вот там короба нет кирпичная стенка и поэтому там было скорее всего ставить дюбеля а здесь буду закручивать шурупами ну сейчас буду смотреть как это возможно одним словом закрепляю причем закрепляю вот так тут же у меня ограничительная вот до сюда будет доходить и вот на такой высоте все закрепляем и потом уже будем крепить алюминиевую к нему алюминиевую планку и так что было сделано я просверлил три отверстия на 13 сначала до середины не отверстия углубление на 13 а потом после середины уже таким маленьким отверстием маленьким сверлом на 4 дальше под шуруп туда шуруп зашел и спряталась здесь можно и чопик будет вставить или просто замазать шурупом как захотите поставил и как я говорил у меня здесь дальше короб деревянный здесь я зато закрутил попал все-таки короб и обыкновенным шурупом закрутил прямо в короб она закрепилась плотно и даже стоит я могу сейчас туда сюда и она держится выставляю по уровню чтобы было по уровню и теперь и здесь и вот здесь а здесь уже будет стенка бетона ставлю метку где нужно будет просверлить дюбель вставить а здесь еще деревянный короб я отметил теперь просто сдвигаем вот одна отметка вот вторая не видно наверное видно вот 2 здесь буду дюбель в бетон ставить здесь поставлю обыкновенный шуруп дерево потому что здесь теперь сверлом сейчас найду какой у меня есть дюбель и сверлом на 10 на или на 12 какой у меня будет поставлю сюда пробку и буду крепить эту помпу так я там уже дюбель закрутил за закрутил шуруп здесь в дерево осталось только здесь здесь я думаю проблем не возникнет тоже идет закрутил теперь нужно закреплять шину шину будем закреплять шурупами в шине просверлим ну я думаю 4 или может быть даже 5 5 отверстий 5 миллиметров зазинкуем их под шляпки чтобы в потай шляпки зашли и потом шурупами прикручу к деревянному так и поступим так как мы поступим отмечаю 5 отверстий значит что-то не очень рисует одно на этой краю приблизительно также второе теперь посредине посредине одно отверстие и все и теперь серединка между этими двумя отверстиями с другой стороны все вот здесь вот будет тоже отверстие что теперь нужно сделать я взял трех миллиметровая приблизительно сверлим алюминий сверлился быстро сверлим все пять отверстий просверлил пять отверстий что теперь делаем переворачиваем и уже с этой стороны потому что с этой стороны будет шуруп загоняться большим диаметром миллиметров 8 делаем фасочку такую для того чтобы во первых я стружку убираю которая вышла и образуется такая фасочка для того чтобы туда ушла шляпка вот шурупа буквально немножко и шляпка туда спрячется и не будет мешать движению теперь после того как я это сделаю теперь я могу прикручивать обыкновенными саморезами 25 миллиметров черными прикручу к деревянной планке ну что же у меня дверь легкая поэтому я эту планку прикручиваю обыкновенными 25-миллиметровыми шурупами может быть если бы дверь была потяжелее нужно было более серьезно взять но в принципе 25 миллиметров достаточно и так все пять прикручиваем и уже теперь можно будет навешивать дверь после того как закрутил все шурупы видно что для роликов ничего не мешает теперь можно закрепить на болты дверь и уже ее регулировать с помощью вкручивания выкручивания по высоте ну что ж вот я повесил дверь еще правда не закрутил полностью но она уже ходит там стоит фиксатор просто упирается туда и дальше уже не уезжает я не установлю я буду снимать еще дверь почему потому что мне нужно придумать какой здесь будет замок нет не только ручка но это дверь в туалет нужно придумать как она еще закрывается будет с той стороны и только тогда я уберу ту дверь которая еще закрывается и будет закрываться это ну и что еще нужно сделать сюда нужно ограничить их поставить дверь вот такой ограничитель он сюда вставляется и закручивается винтом собственно и все в зависимости от того я зафиксировал и пробую допустим вот так закрылась если нужно чуть-чуть чуть-чуть туда чуть-чуть сюда открутил подвину куда нужно тут чуть-чуть фиксируется так буквально клац и чуть-чуть держит раз и уезжает это полная уже установка таким образом можно поставить себе фурнитура почему я не полностью еще я буду ее снимать потому что стена будет шпаклеваться выключатель будет переноситься сюда вот сюда на короб стена будет шпаклеваться и делаться вот такая венецианская штукатурка а затем уже буду доделывать дверь всего доброго